привет друзья я немножко выпала из жизни youtube на недельку все просто по той причине что мои малыши заболели что в принципе натолкнула меня на мысль снять это видео и поделиться с вами какими болезнями мы болели в период от нуля месяцев до полтора года и какие лекарства мы принимали как мы лечили и как мы выходили из этой ситуации ну что ж начну я с самой первой нашей болезни которая нас посетила в анталии мы наш папа был по работе там и мы тоже с детками поехали и случилась такая ситуация что как вот уже шел нас меню отпуск концу на что ерушка заболел у него началась рвота то есть никаких абсолютно признаков ничего нет ни вялости у ребенка не температуры нету просто началась рвота у них это называется желудочный грипп у взрослых он проявляется немного по-другому я прошла эту болезнь уже дважды первый раз она была хочу сказать безумно сложной поэтому я только могу представить какой ад был моих малышей единственное чем мы спасались это был сироп от вот и мотив я уже наверно нем говорила вот такая бутылочка и моим малышам было 7 месяцев соответственно я конечно же я не читала инструкцию потому что я доверяю нашему доктору от а до я вместе с бутылочкой мотив мотив мотивом а в нем идет шприц тазатор по которому очень легко набирать и давать ребеночку конечно же сиропчик этот в общем слава богу у нас было только один раз конечно у нас начали заболели детки потом заболели бабушка с дедушка потом мы в общем это было весьма невеселая история хотя и сейчас у его и улыбаюсь второй момент это конечно же всеми любимая простуда здесь ее называют сразу грипп я все время ругаю со всеми говорю это не грипп грипп это намного тяжелее вот и конечно же есть сиропчики вам я думаю они не будут в новинку изначально когда мои малыши родились нам прописали и буфен я думаю все его знают все с ним знакомы в последующем после первой болезни мы конечно же ничего другого не давали и нам выписали нурофен жаропонижающие да то есть простуды знакомы все не нужно говорить симптомы вам рассказывать об этом всем вот и у нас на когда начались лезть зубки это тоже дает температуру соответственно мы даем деткам калпул по калпул он на парацетамоле идет мне он не особо как-то помогает но я чередую чем хорошо то что я чередую сиропы чтобы она не повторялась и таким образом как бы ну я надеюсь что может быть больше действует или может быть это на подсознании где-то как-то действует в общем не знаю следующая болезнь с которой мы познакомились познакомились мои малыши эмирчик заболел ею в 10 месяцев таир в 11 месяцев и это болезнь розеола я могу сказать что для меня это было что с миром что стоером это было четыре дня а до температура расскажу вам о симптомах в принципе никто никогда не подумает что это она высокая температура больше никаких признаков нету вообще то есть как бы ты думаешь сейчас сопли пойдут там кашель начнется горлышко смотришь легкие слушаешь ну я кто я доктора замучила честно говорю вот четыре дня высокая температура у эмиро доходило до 40 у таира выше немного как я спасалась от температуры высокой я рассказывала в предыдущих видео мы ходили в душ я стоит таира бегом моментально раздела и в душ с ним в теплый для меня в тот момент душ был спасением я безумно рада тому что я сообразила это сделать в общем и 45 дней температура смесь сбивается на на максимум минимум до 38 5 6 7 то есть она не падает ниже и ты думаешь ты живешь вот эти вот четыре часа между приемами сиропов и ты думаешь господи как помочь ребенку я честно скажу я спасалась душа температуру проходит вот на четвертый день приблизительно начинает температура просто спадает сама по себе то есть она и больше не поднимается и начинается высыпание высыпание маленькие меленькие пятнышки они не идут как прыщички нету в них жидкости никакой то есть просто маленькие пятнышки причем если говорить о эмире у него началась животика у таира началась с шейки задней стены шеи вот именно шея сзади пошло наперед на спинку на ручках и на ножках у нас ничего не было ножки были чистые ручки были чистые но все лицо в последнюю очередь как бы на вот у эмира было животик спинка шея лицо у таира была шейка животик спинка и потом аж в последнюю очередь у нас пошло лицо я вставлю вам картинку как это выглядит вообще эти высыпания но хочу предупредить сразу что это будут картинки из интернета потому что своих я удалила как страшный сон чтобы их не наблюдать в телефоне вот у нас в нашем случае высыпания начинались абсолютно с разных сторон то есть как бы с разных мест нету такого да как вы допустим ветрянка с какого-то определенного места начинается вот там с животика к примеру да то это в этой болезни абсолютно таких моментов ну что ж поехали дальше сейчас то чем мы болели это таир у нас интерьера была температура и был кашель температура сошла очень быстро за два дня кашель у нас до сих пор что мы делали вот проспан сиропчик такой мы набирали его от кашля он идет мы набирали его специально специальный шприц от фена и давали но таир в истерике было сегодня я думаю здесь вот такая крышечка идет а дамка я ему попробовать выпить с крышечки на крышечке идут дозировки я не знаю думаю вам не будет видно вот 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 дозировка и вот дозировка то есть как бы можно легко вычислить и как вы думаете он выпил абсолютно спокойно без криков без истерик и всего остального вот то есть кашель его конечно же обязательно нужно послушать ребеночка чтобы не было хрипов чтобы не было осложнений то есть к доктору ходить при любой болезни обязательно не стоит заниматься самолечением потому что мы люди взрослые мы себя можем как-то подлечить и что в принципе не очень хорошо а детки все-таки это существенный такой момент что нужно не упустить чтобы не сделать хуже дальше сейчас в это на этой неделе у эмирушки началась инфекция глазок я не могу сказать точно что это конъюнктивит потому что здесь у нас называют инфекция просто то есть мне доктор не сказал название объясню как это проявляется у нас и мерчик проснулся у него опухший глазик и краснота снаружи вот здесь вот с внешнего уголка и он слизился сначала потом я заметила что выделяется зеленая слизь как бы да когда мы просыпаемся у нас собирается беленькая такое а тут зеленая и я вытираю она идет вытираю она идет нам я сразу отослала фотографию мужу он понятное дело доктору и по фотографиям доктор сказал инфекция выписал нам капельки не мы вернемся еще пока вы муж вывез эти капельки я протерла глазик чаем черным знаю сейчас нам много много людей начнут говорить о нельзя 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 я согласна и доктор наш сказал что чаем не протираем по одной простой причине что если раньше был мы могли знать какое качество чая то сейчас в чае и плюс вода вода не стерильная чай у нас непонятно как бы кем собранный поэтому опасно очень опасно чая промывать и мы промываем глазки вот у нас есть специальный физраствор в таком тюбике вот я не знаю будет вам видно или нет надпись вот физраствор он ты его открываешь и впоследствии вот закапал пару капелек она смыла освежила глазик ты протерзу я пор использую ватные диски и ты можешь закрыть что мне нравится в этом тюбике ты можешь закрыть его и положить в холодильник и дальше будете можно пользоваться некоторое время у меня муж очень часто пользуются потому что на кухне у него глаза все время красные от дыма также доктор нам прописал капельки вот такие вот капельки то брекс нужно их копать три раза в день по одной капельке в глазик я вам хочу сказать что у эмира ровно за три дня прошли глазки но на третий день как эмир выздоровел заболел у меня таир и сейчас второй день у таира мы капаем именно эти же капельки потому что абсолютно все одинаково правда у таира у него очень сильно опух глаз очень сильно опух глаз и вот в этой части были покраснения на коже под глазиком и даже вот сюда на лицо пошло покраснение то есть у меня сердце обрывалась когда разрывалась когда я смотрела на глазки своих деток до так что вот такой вот маленький рассказ принципе мы больше не болели никакими нет болели эмирчик у нас оказывается ребенок который склонен к аллергиям небольшим как-то у него появилось высыпание доктор сказал это на яйцо мы отменили яичко вот недавно у нас было повторение опять же таки этих высыпаний он сказал это сто процентов на помидор мы отменили помидоры все цитрусовые как доктор сказал и нам прописали вот такой вот название сейчас почитаю каламин лосьон он идет розового цвета в бутылочке не видно но я вам вот так покажу если будет видно вот немножко розовый такой цвет у него и его не нужно мазать везде по всему телу во первых нужно очень хорошо взболтать во вторых берете наушную палочку и точечно мажете именно прыщики это это им этим лосьоном запах у него запах гуаши кто помнит запах детства запах гуаши вот для меня этот лосьон очень сильно напоминает при аллергии прыщики отличаются от розеолы то есть они такие выпуклые это не просто пятнышки как при развивали они выпуклые уже водички конечно же в них нету но это очень сильно разница когда ты видишь уже когда у прошел дать через россию лутаир у нас болел ею дважды поэтому я уже была готова ко всему вот и вот при аллергии мы пользовались только этим ничего другого нам доктор не выписывал никаких антибистаминных средств ничего другого он нам не сказал так что вот такие вот болезни мы пережили за эти полтора года я надеюсь ваши детки не будут болеть и крепкого здоровья деткам вашим ну а вам крепкой нервной системы до скорых встреч на нашем канале не забить не забывайте подписываться нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить на мои новые видео но и оставляйте комментарии было ли вам это интересным это видео до скорых встреч пока пока